Ребята, сегодня как всегда необычный проект, который вы еще нигде не видели. Смотрите, что у меня есть. Маленький бензиновый двигатель. Он от бензотриммера. Здравствуйте, друзья. Покос травы – это вечная проблема. Газонокосилок много не бывает. Собрал, что у меня скопилось, пару новых взял у тещи показать вам. Есть еще одна. Вот такая механическая газонокосилка. Была куплена давно, стоила совсем недорого. Но попробовав ее в использовании, выяснилось, что совсем для меня не подходит. Принцип ее работы очень простой. Движение режущего барабана происходит за счет вращения колес. Там цилиндрическая передача с внутренним зацеплением. Внутри колес есть зубцы на внутренней стороне. И они уже в свою очередь вращают малую шестерень вала с ножами. Поэтому, чтобы все хорошо работало, надо сильно косилку прижимать к земле. Должно быть хорошее сцепление колес с почвой. И иногда приходится совершать возвратно-поступательные движения при проскальзывании. Недавно такую же использовал Руслан с канала Деревня 59. Периодически смотрю его. Руслан, если смотришь, привет. Двигатель хочу примерно поставить вот так. А большой шестерень на вал с ножами. Но остается вопрос с оборотами двигателя и передаточными числами. Постараюсь ведомую звезду сделать максимально симметричной. Токарного станочка-то нет. Лишнее с барабана с ножами пришлось удалить. Но там всего 15 мм. Ничего страшного. Вот что получилось. Собрал обратно, но уже со звездой. По-моему, получилось весьма аккуратно и очень надежно. Ставлю все обратно. Станину под двигатель сделал из профиля. Не хочу сильно утяжелять косилку, поэтому труба 15 мм. Думаю, должна все выдержать. Крепление самого двигателя не очень простое и очень неудобное для меня. С одной стороны болты должны быть снизу двигателя. А с другой стороны болты утоплены в пластиковую коробку стартера вглубь. Но нет невыполнимых задач. Воспользовался муфтами и все в порядке. Все получилось даже лучше, чем было нужно. И немного сделал выше, чем нужно для возможности регулировки натяжки цепи. Редуктор от болгарки, конечно, классный. Но я так и не решил, как его можно приделать. Я нашел адекватный редуктор под такие типы двигателей. На нем уже решена проблема со сцеплением. А значит, при холостых оборотах вся трансмиссия будет стоять на месте. А при повышении оборотов уже произойдет зацепление с приводом и пойдет вращение цепи ведомого вала. Внутри у него ничего особенного. Валы на подшипниках, передаточное число примерно 5 к 1. Что очень мне подходит. Я не считал, конечно, но так написано. В комплекте с редуктором была звезда под другую цепь. Ее-то как раз и приварю к своей велосипедной звездочке. Сразу решилась проблема с расположением двигателя. Немного довариваю крепеж для установки. Он, кстати, получился очень крепкий. Двигатель встает туда как родной. Конечно, после первых испытаний может придется что-то изменить, но думаю, все будет в порядке. Такая цепь имеет 1500 кг на разрыв. Во всяком случае, в характеристиках на упаковке так обозначено. При помощи замка цепи, хорошо, что его кладут в комплект, подрезал и закрыл цепь. По длине все отлично подошло, а остаток цепи еще пригодится в будущих проектах. Настольные испытания проходят успешно. Все крутится, биения почти нет. И цепь нормально натянута. Правда, без прижимного ролика, но так уж вышло. Я хочу сделать ее не только, чтобы ножи вращались от двигателя, но и сделать ее самоходной. Зачем ее толкать самому, раз на ней стоит двигатель, правильно? Очень удачная конструкция самой косилки. Оказывается, в ней достаточно поменять местами левую и правую шестерни привода колес, и она становится самоходной. Теперь, если раньше она вращала барабан за счет вращения колес, то теперь наоборот. За счет вращения барабана будут вращаться колеса. Осталось сделать ручку, так как старую так и не удалось найти. При помощи моего трубогиба сделать это очень просто. Трубогиб все больше и больше показывает себя как очень нужный инструмент в хозяйстве. Руками и приспособленными так не согнуть никогда. Для курка газа хочу вварить в радиус отрезок круглого сечения. В качестве курка будет ручка велосипедного тормоза за 100 рублей. Тормозной кросик оттуда же. Теперь покраска. Как всегда, пользуюсь баллончиками Vixen. Быстро, удобно, а самое важное, качественно. Нашел у них в линейке свой любимый цвет и рукоять покрашу именно в него. Цвет просто шикарен. Все по фэншую, с обезжиривателем и светлым грунтом, чтобы было видно не прокрасы. Хорошая качественная краска и распылитель – залог долговечности и сохранности своей работы. Хочу, чтобы все было защищено от ржавчины на долгие годы. Я не говорю уже об эстетике. Смотрится лучше заводского покрытия. Красота. Все быстро высохло. Осталось поставить рукоять на место. После испытаний, если не будет изменений в конструкцию, докражу все остальное. На ручку, на подготовленное место курок газа. Ну и конечно у него тросик. Все готово. Теперь на улицу. Про старые газонокосилки я уже говорил. А вот про новые. Теща взяла себе вот эти новые. Вернее я их заказывал. Во-первых, российский бренд RedWerk. А значит запчасти будут всегда в наличии и быстро. Конечно я выбирал самый жир. Бензокоса с четырехтактным двигателем. А это нет расходов на двухтактное масло, долгая работа на низких оборотах, увеличенный ресурс движка, значительная экономия топлива, тихая и ровная работа. Ну а колесная косилка – это просто вообще чума. Конечно же тоже с четырехтактным мощным движком и со всеми его преимуществами. На ней есть электростартер и аккумулятор. Не надо постоянно дергать ручной стартер. Можно даже фару сюда подключить и косить ночью, пока не придут соседи. Важно, что она самоходная. Ее не надо толкать, а в ней больше 31 килограмма. Она сама едет и тянет тебя за собой. Скошенную траву может выбрасывать сзади, сбоку, собирать в травосборник или вообще мульчировать, что может быть использовано в самодельных удобрениях. Если при покупке ввести промокод, скидка будет минус 15%, но код действует только до конца лета. Промокод оставлю на всякий случай в описании под видео. Думаю, он может пригодиться. Вернемся к нашим баранам. Начнем испытание моего газонокосильного мегакомбайна. Заливаю масло в картер и просто чистый бензин в бензобак. Все учел, кроме того, что редуктор меняет направление вращения. Деваться некуда, сейчас переделаю. Ребята, долго молчал и вообще не думал, что когда-либо это скажу на своем канале. Но, кто хочет поддержать донатом на развитие канала, ссылки под видео и в закрепленном комментарии. Если понравилась идея, лайкос, подписка, колокольчик. Все как обычно. И все ссылки, что использовано было в видео, оставлю тоже в описании под видео. Самоделка получилась очень интересной по конструкции. Производителям на заметку. Я думаю, что такие газонокосилки в будущем будут производить. Все работает, как и планировал. И она самоходная. Жду вас снова на канале. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok